Привет, это Кабанчиковый Рафт, и мы продолжаем изучать огроменную скалу, гору, на которой есть вот такие здоровенные антенны. Первую антенну мы уже активировали, запустили здесь электричество, всё пучком, она работает, и нам нужно ещё две активировать. Но нужно быть всегда начеку и аккуратным, потому что тут обитают огромные лохматые, мохнатые, хотел сказать пауки, но нет. Нет, здесь обитают огромные, лохматые, мохнатые и очень злющие, голодные медведи, наконец-то я сказал за слово. О, ну вот, и помяни чёрта, он тут как тут. На самом деле, может быть и... Аааа, Мишанин, стой, подожди, не трогай меня, не дей мою жопу. Чёрт возьми, как ты так быстро-то, да мне сбежал, я был уже в метрах ста от тебя, да не, в метрах двадцати от тебя. Ну слушай, хотя этот медведь что-то неуклюжий какой-то. Ааа, цапнул меня за ногу. Чёрт ещё. Наконец-то. Вообще, я думал в голове, надо завалить его всё равно, потому что мне нужна кожа в большом количестве. Её целых три штук, четыре штук. Кстати, как насчёт сменить бошку? Медвежья бошка у нас появилась, ну-ка. Ооо, замаскировались. Слушай, у меня сейчас почему-то вспомнился мультик Маша и медведь. Ты слышишь этот звук? Велосипедный звоночек. О! Ну нифига себе. Тут даже что-то написано. А что ты пиликаешь-то? Как-то можно тебя собрать? О, получено достижение. Пинг. Собственно, всё, что это от меня требовалось здесь на данный момент. Я думал, я его свистну, но нет. Оторвать не получилось. Сейчас хочу вот тут забраться. Вот так вот. О, смотри, там мост. Там мост. А, так вот она, эта вышка. Мы почти к ней пришли. Ёки-палки. Я же здесь заберусь? Должен. Должен. Или упаду вон туда, на самое дно. Опля. Давай. Я же цепкий мальчуган. Ласты же надеты. Отцепляйся ластами. Нашёл, смотри, чего. Это местное укрытие здесь было. Накинули брезент и ящики выставили. О, тут даже написано, что это. Бобби. Здесь, короче, был Бобби. А в ящике? Пила, фрикинь. Пила Бруно, между прочим. Нам её нужно будет вернуть в мастерскую, где, собственно, и жил Бруно. Вот. Вот мы и пришли. Какой здоровенный мост. Я же могу перепрыгнуть? Не, я не допрыгну туда. А как насчёт... Ну-ка, стой, подожди. Е-е-е, сработало. Ох ты, ёлки. Чуть на башку не упало. Ну, нифига себе. Ну, хорошо, что так сработало. Так-то обратно подтянуть никак, да? Ну, чё, теперь подниматься вон туда, на самый верх. Прибыли. Станция 4. Значит... О, чертёж, топливная труба. Это же карта! Берём, конечно же, карту. Давай посмотрим её. Эй, где мои замёточки? Так. Мы находимся вот здесь. А нам теперь нужно сюда, а были здесь. Тут, видимо, медведь, который охраняет пещеру. Написано, не лоханись. Я постараюсь не лохануться. О, ещё записка. Сейчас почитаем. Активировать, значит, станцию. Я жрать хочу. Жрать хочу, воды нет. Но есть вот такой вот бульончик. Он меня спас немножечко. Пить всё равно хочется. О, молоток, бруно. Значит, хорошо. Видимо, нам не только пилу нужно было туда вернуть. А, здесь ничего. Расписание мы в прошлой серии нашли, а вот новая записочка. Дети ссорятся. Астрид бы сумела их угомонить. Я нашёл её гаечный ключ на поляне. Я звал её по радио. Пожалуйста, сестрёнка, я просто хочу поговорить. На улице кричит Миранда. Надеюсь, они с Генрих скоро помирятся. Бруно. Вот это мы врубаем. Запустилась? Да, станция 2 из 3 работает. Пойдём третью запускать. Я, кстати, вижу вон там вот кусты. Возможно, это ягоды. И, может быть, мы аккуратненько туда спрыгнем и доплывём до них. Это самый быстрый спуск, на самом деле, был из всех возможных. Опасно, медведи. Это всё понятно. Я уже начинаю... Кажется, это ягоды. Я надеюсь, что это ягоды. Ну-ка, ну-ка, давай поближе подойдём. Да, это дикая ягода. Отлично. Отлично. Дикие ягоды я могу... О, чёрт подери, я не могу их есть. Эти дикие ягоды предназначены для медведя. Поэтому я сейчас скочегрыжусь от обезвоживания. Ёлки-палки. Да, вот они, дикие ягоды. Они у меня в ежедневнике. Делаем ставочки, дамы и господа. Дойду ли я до своего плота живым? Знаешь, что я подумал? Я подумал, что я тут не выживу, поэтому надо хотя бы посылочку открыть. Даже? Давай, откроем посылочку, иначе она пропадёт. Что мы, глобус изучили? Я же вроде уже изучал глобусы. Географом, походу, мне суждено стать. Я тут ещё пока бегу, нашёл пчёл. А там медведь ходит. Где же моя лодка? Лодочка моя, миленькая. Давай прыгаем в воду, короче. Прыгаем в воду. Надо прыгать в воду. В смысле, у меня же было куча, 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 куча здоровья. Но есть один плюс. Я здесь, и мы можем попытаться сделать рюкзак. Я всё собрал. Шерсть, кожа, верёвка. И делаем рюкзачок. Е-е-е-е. Теперь у меня не крюк. Рюкзак. Ох, сколько места у меня теперь в инвентаре. Обязательно арбузы тоже с собой возьмём. Теперь надо всё это полить. Вот есть один... В смысле, семечки кончились? Вы что? Есть у меня сэмки в загажнике. Проблема нашего огорода, ну вообще, в принципе, это то, что ты собрал. И что-то нужно заново взращивать. Это прям вот... Можно как-то это автоматизировать. Поливаем. И здесь тоже поливаем. Я же ещё полочки хотел прикрутить. Кстати, в прошлой серии. Но забыл это сделать. Давай попробуем это сделать сейчас. Раз уж мы тут попробовать, по крайней мере, нам никто не запретит. Значит, полочка вот так вот. Да! Кстати, круто будет смотреться. Слушай. Ну-ка. Блин, единственное, мне придётся всю свою рассаду... Ладно. Мы полочки здесь прикрутим. Сюда полка. Сюда полка. Хотя навряд ли на неё поместится деревянный ящик с картошкой. И вот сюда полочки. Я здесь, знаешь, что помещу? Котеечку, который машет лапкой. Кошечка разворачивается. Ей прям тут отлично вообще. Вот. А башмак у меня будет вот здесь. Тоже его развернём. Ну, ништяк же. Ещё второй сюда кет поместится. Надо ещё проверить там моих животных, как они там. Не сдохли ещё. О-о-о! Всё пучком. Два яйца есть. Нужно подстричь моего ламу. Ламу, ты где? Вот, отлично. Я вот подумал, у меня последний гриб остался. Мы этот гриб сейчас положим сюда и сделаем... У меня как раз есть два яйца. Картошечка и гриб. И сделаем блюдо, которое я делал в прошлый раз. Сюда гриб, яйцо, яйцо и картошка. Готовить! Е-е-е! Сюда картофан. Всё. Так, у меня там суп сготовился. Где-то у меня должны быть миски. Вот они. Пойду заливать. Мисочку зачёрпываем. Ммм, вот оно моё блюдо. Кстати, я же тебе не показал, как выглядит мой новый рюкзачок. Вот так вот. Миша-путешественник. Ёлки-палки, придётся всё переигрывать заново. Теперь это медвежачьи приключения. Ну шо, я вооружён и обеспечен едой. Можно выдвигаться. Смотри, что нашёл. Ммм, медочек. Надеюсь, пчёлы на меня сейчас не согрятся толпой. Соты-три штуки, отлично. Тут вот ещё есть. Надо собрать как можно больше. О, гляди-ка. Ягодки. Ещё ягодки. Целых три штуки кустика. Ништяк. Придётся сейчас возвращаться. Нет, не придётся. Мы всё равно пойдём обратно тем же путём и заглянём к Миши с ягодками. А пока мы вдвижемся к последней станции, которую нужно запустить. Ёлки-моталки. Фух, убежал от него. Короче, бежал-бежал, искал короткий путь и случайно упал в пещеру. Прямо перед медведем. Я думал, что он не проснётся, а он взял и проснулся. Ну раз дела такие у нас, то скидываем сюда ягоды. Он сразу же бежит к ним, унюхал. Унюхал. Пожрать-то на халяву все любят. Побежали скорее в пещеру. Посмотрим, что там мы найдём. Надеюсь, что пока он жрёт все ягоды, у меня будет время осмотреться. Там куча ящиков. Грязь. Кстати, хорошо, что лопату взял. Выкапываем грязь, она нам пригодится. Очень ценно. Грибочки. Суп из него сварим. И там я уже вижу инженерный чертёж. Что же мы научимся делать? И это у нас мачете. И ещё инструменты с чем-то. Главное, чтобы у меня нового рюкзака хватило на всё это. Растянем, не беда. И ух ты, хлам, железо. Ценная пещера. Очень чайная, я тебе хочу сказать. Что ж мы сюда взглянули? Забираем. Забираем. И в принципе всё, больше тут ничего нету. Выбегаем отсюда со всех ног. Миша, ты там ещё хаваешь? Да, Миша хавает. Он, походу, до конца, пока я отсюда не уплыл, он будет так и хавать. Я, короче, в очередной раз сдох. И знаешь, наверное, не зря. Потому что я заглянул в свой инвентарь. И слава богу, что у меня остался нет. Где? Где? Покажите. У меня же остался. Вот, мачете. Я нашёл чертёж этого мачета. Так ещё мне его и дали. Он, видимо, в ящике с инструментами был. Не, ну медведь с мачете это смотрится очень грозно. Это прям уф. Ух ты, пещера, смотри. Чё, заглянуть, что ли? Или мне туда, в принципе, и нужно было? О, да как-нибудь здесь мачета нужен. Ух ты ж, ёлки-палки. Я себя Ларой Крофт очищаю. Прикинь, вот это всё ради грибов, походу, да? Один грибочек. Грязь. Это хорошо. Лопата есть. Фонарик тоже бы пригодился на самом-то деле. Выкапываем грязьку. Нет, гляди-ка. Это всё ради записки. Я прорубил тоннель, но не понимаю, куда. Берём записку. О! О! Да к нам сюда и надо было. Ёлки. Моталки-палки. Это хорошечно. Давай сейчас прочитаем записочку. Третью. И посмотрим. Вот. Отец давно уже всё решил. Он отправится за тётушкой. А Миранда за ним, как всегда. Генри. Слушай, ну тут на самом деле ещё дофига записок, которые я не нашёл, мне так кажется. И нам предстоит их ещё найти. А пока мы двигаемся наверх на шестую станцию. О! Ещё одна записка. Только про них сказал. И что, они тут будут сейчас валяться на каждой ступеньке, что ли? Давай посмотрим, что там написано. Я не видел Эррола всю ночь. Спросил Миранду. Но они с Генри молчат. Они что-то скрывают. Неужели поняли, что в лодке хватит места только для них двоих? Я решился. Оставлю тройняшек следить за оставшимися вышками. Бобби позаботится о медведях. Да, это к лучшему. Столько воспоминаний связано с этим местом. Мы найдём тебя, сестрёнка. Обещаю. Бруно. Ммм. Как всё запутано. Возможно, Бруно уплыл с этого острова. О! Гаечный ключ. Шикарно. Лампочку. Лампочку осталось ещё найти. И всё, по-моему, собрано. Как мне кажется. Ёлки-палки. Человек. А я с мачете тут хожу. Здорово. Ты кто? Только не говоришь, что это? Джо... А, это Джонни. Ты на пирата похож, Джонни. Давай, типа, я такой это. С мачете к нему подхожу. Ну чё, Джонни, рассказывай, кто ты? Дружище. Можешь подсобить. Буду должен. Чем тебе подсобить? О, мэр. Спасибо. Без тебя я был бы уже не жилец. Совет себе на будущее. Не лезь обниматься с медведями. Какое у тебя брюхо. Ты чё, медведи сожрал, что ли? Значит, у тебя свой плод. Если понадобится грубая сила на борту, я к твоим услугам. Вот так. Таскай тяжести мой профиль. Новый игровой персонаж. Джонни. Ну что ж, Джонни есть Джонни. Но мне сейчас не до него. Бензобак нашёл. Шикарно. Вот тут ещё пластик пособираем. И надо активировать рубильник. Где-то тут точно должен быть рубильник. Возможно, вот здесь. Нет? Нет? А, вот он. Еееей! Добавлена новая заметка. И новые координаты. 9, 5, 99. По ним мы найдём что-то новенькое. Ну что ж. Я сейчас тут всё ещё огляжу. Разочек. Вот здесь выйду. Посмотрю. Там ничего. Вот, можно наверх залезть, смотри. Прям вот, прям вот как для меня. Опа. Всё, наверху лампочку дайте. Где лампочку найти-то можно? Это мы контейнер. Вот ящик с барахлом. И, в принципе, всё, по всей видимости. Опачки. Ой-ёй-ёй. Ну, нифига себе, сколько тут записок. Это я так остров изучал. Опа. Здесь ещё одна записочка. Да тут ещё есть. Нифига себе, сколько я нашёл. А что это за куклы такие? Что за стримота? Что же использовать? Оу. Да ладно, лампочку. С этого чучела вывалилась лампочка. Она, видимо, в серединке где-то у него лежала. Давай почитаем, что мы там по нас собирали. Маленькие записочки. Предательство. Отец верит убийцам, Бобби. Он нас бросит. Нельзя этого допустить. НДЛ. Отец должен принять решение. Я знаю, что это буду не я. Меня пощадят, Бобби. Лодка слишком мала для всех нас. Прости, Эрл. Миранда. Виновным. Не даёт спать совесть. Нас нужно наказать, чтобы мы обрели покой, Бобби. Отец давно уже всё решил. Он отправится за тётов. А, ну это последняя записка. Понятно. А тут вот что-то вот тут ещё должна быть какая-то записка. Я её не нашёл. И, наверное, уже не найду. Мы возвращаемся на первую станцию, чтобы вернуть лампочку и инструменты. Я теперь понял, почему все инструменты растащили, лампочку отсюда стащили. Всё вкручиваем на место. Ну, потому что детишки обозлились на этого Бруно. Сюда. О! Чё, только не говори, что это последняя записка. Какой закат! Достижение получено! Давай посмотрим. Видимо, это последняя футка. С Рождеством из ниоткуда. Близнецы Корая. Вот это закат. И вот они тут вдвоём, близнецы, сидят. Ну, круто. Получается, что всё. Весь остров зачищен и можно отсюда валить. Ну, а то, что ждёт нас по новым координатам, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новый ролик, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи!